Субтитры делал DimaTorzok Добрый день, уважаемые подписчики канала. Сегодня я с вами, Влад Гримм. И сегодня я с вами, Арина. Алды могут знать её по нашим сходкам с Петром Фехерваре. Вот, наш переводчик. И, Арина, расскажи, кстати, немного про свой бэкграунд. Почему мы с тобой сегодня собрались? Почему мы с тобой сегодня собрались? Да. Ну, давай, смотри, сейчас я искуплюсь в твоих глазах за всё то, что было с нами на интервью с Петром Фехерваре. Я образовалась в Вархаммере к этому моменту. Немножечко. Но, тем не менее, я даже поиграла в настолочку по Вархаммеру. Я поиграла в... В книге почитала? Нет. Я поиграла... Проклято. Я поиграла в Роук Трейдер с авокатины, мне понравилось. Вархаммер хорош, вот. Но погружаться я в него пока глубоко не стала суток. Так что, простите меня все заранее, но чуть я искупилась. Что касается бэкграунда, почему мы здесь собрались, если честно, я вообще не помню, как мы познакомились. Мы с тобой познакомились вроде как через комьюнити Звёздных Войн. Это да, но почему и как, я не помню. Это было давно, и мы с тобой в одной беседе сидели. По Звёздным Войнам. Точно, слушай. Вот. И я там помню, что я там срался всё время. За старый новый канон. Потом беседа развалилась. А, у Ниманда беседа была у Ниманда. Да, у Ниманда. Это точно у Ниманда было. Там всё развалилось. У нас ещё есть эти та беседа, где там часть отколовшихся сидят, короче. Осталось, да. Но мы вообще про Звёздные Войнам вообще не говорим. В политоту скатилась беседа. Ой, какой кошмар. Вот. Вот. И вот. И мы познакомились. Я помню, мне даже переводчика вроде искал или что-то такое. Ну, видимо, да. И ты такая, ну, я могу. Я такой, отлично. Вот. И потом мы с тобой встретились на Кубиконе. И я такой, типа, ну, ты про Pathfinder рассказывала. Там вроде вела Pathfinder ещё. И такая типа вот. Я такой, вот, человек знает, что такое Pathfinder. Вот. И потом вроде анонсировали как раз переиздание, ну, ремастер-версию вот этого вот. Второй редакции. Вот. И я такой, блин, ну, надо человека спросить, который играл и которого я знаю. То есть, который, типа, адекватный. Вот. И я такой, блин, Арина же вот там играет, играет. Вот. Надо её поспрашивать. Вот. И Арина, похоже, задействована в каких-то там этих секретных организациях Pathfinder. Что мне надо утверждать было вопрос. Арина не задействована в секретных Pathfinder-овских организациях, но Арина с ним официально работает. Потому что я с октября 23-го, получается, года пришла на работу в Хаби Уорлд. И там я выпускающий редактор Pathfinder. Поэтому, да, мне нужно было согласовывать все эти вопросы. На всякий случай. На всякий случай. Видите, как вот случайная встреча и как получилось. Вот, уважаемый человек. Кошмар. Вот. Кем я стала? Уважаемый человек. Ну, как-то по-трусски херваре записала, сразу стала уважаемый человек. Всё так. Всё так. Вот. Слушай, а вот какой у тебя вообще личный опыт с Pathfinder? Потому что по ощущениям тебе очень нравится система. Иначе бы я с ней не пришла с ней работать. Либо ты такая, типа, я эффективный менеджер. Так получилось, что Pathfinder просто был первой настольно ролевой игрой, с которой я вообще познакомилась, это было в 2020 году, это было в пандемию. Я, как выяснила, потом довольно многие ознакомились со всякими разными видами домашних хобби за это время. И вот настольно-ролевые игры были тем, что случилось со мной, при том, что я сначала ужасно бракалась, совершенно не хотела. Более того, я отказалась, и компанию начали без меня. Потом моя подруга мне так активно рассказывала про то, как у них там всё это происходит, что я, в общем, позавидовала и решила, что я хочу тоже вписаться, и я туда вписалась, и вот 4 года я здесь. Как говорится, ты моргнул, и вот ты здесь. И вот ты уже в хобби-геймсе менеджер. Я редактор, да, но да. А, редактор, редактор. Я именно редактор. Всё так. Что касается, ну типа, Pathfinder как системы, я не могу, не буду, я не буду, мы не будем здесь ни с чем сравнивать, потому что каждому своё. Если мы будем с чем-нибудь сравнивать, мы будем драться и ругаться до конца всех своих дней. Вот, Pathfinder я люблю, ну, будем честны, я вожу до сих пор по первой редакции, я всё ещё не перешла на вторую, хотя планирую это сделать однажды, может быть, через пару годиков. А почему, кстати? Сейчас мы до этого дойдём. на отличие системы от системы и ремастера от двушки, мы ещё дойдём. Почему Pathfinder? Ну, мне нравится мир. Мне нравится степень его проработанности, мне нравится, что одно вытекает из другого. В общем, когда, ну, после того, как я ушла из фандома Звёздных Воин, это была приятная, разительная перемена. И компания, которая выпускает Pathfinder, Пайза, собственно, очень с большой теплотой относится в целом к своему детищу, это не очень большая компания, они ещё не очень превратились в зверей капитализма, скажем так, чтобы, ну, отвечать за качество контента. Он не всегда у них хороший, вот, вообще нет, но на высоком уровне, то есть в слаженности мира, да, в внутриканонных связках, там, переплетениях и во всём этом, это всё унифицировано, построено и логично, и вытекает одно из другого. И вот это прекрасно, я наслаждаюсь этим от всей своей большой души. А ты в компьютерные игры, кстати, играла? По-своиндорожски, да. Ну, более того, компьютерная игра, которая Гнев Праведных, я её бумажно водила, то есть я её целиком провела, как компанию. Потому что это же официальная, как и Kingmaker, это обе официально написанные Пайза приключения, серии приключений. И я водила «Расколотую звезду» сначала, которая на русском, кстати, выходила, и там даже есть моё имя, хотя я ещё тогда не работала в Хэггер-уру. Я дополнительно вычитывала две последние книжки. Ну вот, я водила «Расколотую звезду», я водила «Гнев Праведных», потом я ушла уже в компанию «Песочницу» и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А слушай, у нас же, как я помню, «Кингмейкер» сейчас. А вот «Двушка» вышел, да, мы его сделали. А «Гнев Праведных»? Ну, «Гнев Праведных», во-первых, это первая редакция, просто, что случилось с «Кингмейкером»? Это была очень популярная серия приключений в первой редакции, одна из самых, пожалуй, популярных и такая самая грандиозная, не считая гнев. Савокаты сделали по ней компьютерную игру, она тоже получила большую популярность, и Пайза такие, «Давайте-ка мы перенесем вот это все во вторую редакцию, еще дополним, как из компьютерной игры, и выпустим еще раз». Что они, в общем-то, и сделали. Поэтому вторая редакция «Кингмейкера», которую мы сейчас выпустили, как «Коби Уорлд», это прям и первая редакция «Кингмейкера», и компьютерная игра вместе, там типа отдельное дополнение по спутникам, которые чистые с компьютерной игры, вот, которые я делала. Короче, это переработанное заново, дополнить с другим финалом соответствующим компьютерной игре, и так далее. Спойлеры, на всякий случай, ничего не буду, а то, мало ли, кому-то будет потом скучно. У нас канал, как бы, спокойный, вполне спойлер, если только что-то неважное. Я в последнее время я только помню, он запретил себе спойлеры по «Фуриосе» вроде, и по-чужому последнему, вот, потому что это ваше... По-чужому, пожалуйста, все еще без спойлеров, все еще не добралось. А я посмотрел, кстати, мне понравилось. Это хорошо. Это дорогого стоит. «Гнев праведных» это просто чисто первая редакция, во-первых, и мы первую редакцию уже не выпускаем на русском, а во-вторых, ну, они вряд ли будут перерабатывать к двойке, мне кажется, что это не их любимое детище, я его очень люблю. А почему интересно? Они замахнулись на вот этот большой эпический размах, да, там, с войной, с другим, с экстрапланарными демонами, там, с тем, что ты достигаешь двадцатого уровня, а потом еще десятого вот этого вот мификтира, как... Это в целом похоже на то, что с ВКТ выпустили в качестве компьютерной игры, но не совсем там... Все это вот мифическая часть, она вся другая, и сюжетных... Сюжеты там тоже... Они в целом близки, но много где очень расходятся. Никаких вот этих мифик путей из компьютерной игры там нет, там свое. Вот. Почему нелюбимое детище? Ну, потому что ты вроде как пытался сделать большую кампанию про войну, там, про крестовый поход, вот этот вот... Про преодоление трудностей, про войну с богами. В итоге битвы между армиями есть только в одной из шести книжек, и это вторая из них, потом она пропадает напрочь, и типа три, получается... Нет, две. Две книги из шести ты проводишь на другом плане, вообще отдельно от всего этого места, где идет война, потом занят своими делами, потом ты возвращаешься спонтанно обратно к себе, и тебе уже нужно идти штурмовать демоническую столицу. Короче, в общем, они размахнулись хорошо, а получилось не очень. Вот, поэтому я когда водила, ее тоже пришлось очень сильно дорабатывать, все дела. Сама приключение классное, на самом деле. Да, а чем тебе Pathfinder как система нравится? Ты имеешь в виду сейчас, ну, я про первую редакцию скажу отдельно, так да, первая редакция, у меня есть любимый пример, типа, когда мне задают вопрос, у меня есть любимый пример. Что-то меня потянуло однажды пересмотреть второго Хеллбоя, потому что я его очень люблю. Я пересмотрела его, посмотрела на, собственно, главного антагониста, который вот, эльфийский фильм. Ну, Аду, да, 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 посмотрела я на его копье, потому что, если я правильно помню, актер, собственно, каскадер, и он профессионал в этом деле, а он, собственно, прекрасно владеет совершенно, я как бывший фехтовальщик со стажем, каждый раз наслаждаюсь, когда люди хорошо каскадерятся оружием, вот. Тоже фехтовальщик, нифига себе. Да. И я подумала, интересно, а можно ли сделать так, короче, сделать билд файтера в Pathfinder'е, в первой редакции, чтобы вот это все отразить, то есть двуручный хват, одноручный хват, хват на коротком копье, хват на длинном копье, двустороннее владение копьем, можно ли это все скомбинировать, и ответ на это да. А вот это, кстати, такое нельзя, я точно знаю. Что? Я как-то пытался, я помню, в пятерке пытался билд на копейщика какой-то там найти, ночи, копье, ну так себе. Еще и именно подороже вообще ничего нет практически. Я в пятерку играла типа один раз в своей жизни, я этого не говорила. Никаких вопросов к ДНД, но что-то как-то так получилось, что вот у меня Pathfinder, а не ДНД. Так получилось в итоге, Pathfinder, ты смогла это сделать, да? Что именно? А, билд? Да. Билд, да. Да. Я даже выводила его против своих игроков. А это какой-то класс конкретный? Это Войн. Расскажи немного про Дюбры. А, Войн. Это, ну, во-первых, в первом эдишене, извините, в первой редакции, сленг, в первой редакции Pathfinder очень много классов, я сейчас боюсь начать их перечислять, их реально дофига, и во второй редакции они стремятся к этому уже, чтобы было очень большое разнообразие, из чего выбрать. Там где-то, где-то есть статистика этого, где-то есть статистика, опять, просят меня сейчас все ДНДшники, но где-то есть статистика того, сколько можно собрать уникальных билдов раса плюс класс ДНД, пятерки, и во второй редакции Pathfinder, и там какая-то чиновичная разница. И это вторая редакция Pathfinder, в которой не так много контента по сравнению с первой редакцией. Это, собственно, ответ на вопрос, почему я до сих пор первую вожу, потому что в ней все еще пока что для меня больше разнообразия в том, что я могу построить, а я люблю строить. Мы вот недавно поиграли в Starfinder, и как же кайфу... Знаешь, создание персонажей это вся для меня была такая душная штука, которую я вот, блин, ну по-быстрому сделать, я там предысторию написал, типа сейчас надо эту предысторию под параметры, короче, нормально сделать. В итоге обычно всякая-то херня получается, потому что такие кубики такие «А, у тебя говно выпало!» Типа, ты не такой, чувак, цикл. Вот. Потом, короче, я... Ну и вот, и в итоге я такой захожу в Starfinder, ну мы первый раз играли недавно, вот. Я такой, так, вот тут классы, ой, раса типа, а, тема, раса, класс, в классе под классы всякие. Есть такой, архетипы, да. А я вот люблю силовую броню. О, есть класс под силовую броню, вот по-нихерась. Вот это, вот это, сейчас такой, блин, прикольно, а потом мы такие, ну кампейн будем играть, я такой, отлично, смотрю, типа, вот эти, биографию раз разных. Там такая, там какие-то моллюски есть, я такой, в лоре написано, что они типа, ну, редко выбираются в своей планету, но они типа, крутые биомеханики, типа, импланты делают, я такой охрененный, я беру их там. И тема, нашел тему из какого-то допа там, типа, этот, как его? Ну, короче, биоинженер. Вот, и такой, офигенно, а что же, как же это дополнить-то еще, чтобы прям совсем образ сложился? О, класс биохакер. Я такой, ни хера себе. Вот это вот идеальное сочетание, прям все сложилось. Ну, в этом, потому что, круто. В этом большая суть Pathfinder, он очень хорошо, он в первой редакции хорошо сочетал между собой вещи, во второй он делает это еще лучше, то есть вплоть до того, что мы в целом отказались, мы, как будто в пайзе работаем, нормально. Большой начальник. Кошмар. Отказались от, ну ладно, в ремастере сейчас еще свои изменения добавились, причем, мы дошли вплоть до того, что мы можем сыграть за пробужденное животное, это будет как твоя раса, например, ты легально можешь сыграть, не знаю, медведя-пирата, или медведя-гэндфингера, или что-нибудь такое. Так, что-то дальше? Ты можешь сыграть там за нежить, это тоже теперь играбельно, стало играбельно сейчас, ты можешь сыграть за прекрасное пробужденное растение, и так далее, там по-другому, бесконечное число того, за что ты можешь, любой концепт в целом, персонажа, вот именно как внешнего вида, представительства народа, и так далее, сейчас в целом, паспендарь реализуем. Ну да, потому что, и даже, я вот больше по Starfinder, пока сравниваю, там, реально, ты такой смотришь, пестиарий, там такая хрень, короче, пришелец, я такой, где у него руки-то вообще, вы можете играть за эту раз, там такая, там бричка, типа, вы можете играть за такую, нихерайся, как у них, потом посмотрел арты, там смешная арта, там такая тварь, как моллюск такая, и у нее так, доспехи принятого, легиона проклятых, или как там будет, паладинов, злодейская броня такая, уууу, злое, желе. Желе всегда злое. И там с пушкой, с такой гигантской, как тебе играть, как тебе играть, откуда ты это сказал? Да, да, вот. Так, а вот, кстати, вот давай перейдем к вопросу, а что разница, кстати, между редакциями? Если честно, в бесконечных вещах, то есть настолько, что это, сейчас можно сесть, сравнивать в корни, они не похожи друг на друга, давайте так скажем. Они не похожи друг на друга, самым важным отличием, в принципе, если честно, двушки от чего бы то ни было, сейчас ты меня, может, поправишь, скажешь, что где-то такое еще есть, это система из, комбатная система из трех действий, где ты, у тебя нет вот этого вот классического, ты можешь подойти, ударить, ну и там, не знаю, за этот, за свист, что-нибудь еще сделать. Это, у тебя есть три действия, ты можешь три раза подойти, ты можешь три раза ударить, ты можешь два раза подойти, один раз ударить, ты можешь подойти, два раза ударить, Ты можешь за это дело сделать, типа, ударить, скрикнуть что-нибудь оскорбительное, еще что-нибудь сделать Если ты кастуешь заклинание, ты кастуешь его обычно за, типа, два действия И за еще одно действие ты можешь скастовать еще одно короткое заклинание Как угодно ты комбинируешь это, и в итоге у тебя получается невероятная свобода действий И вот это огромный плюс двушки Вот это прям лучшее, что в нем есть Но она гораздо более летальная для меня Со мной некоторые не согласятся Но мой опыт в двушке говорит мне, что это куда более летальная редакция, чем первая А насколько вообще первая летальная была? Я так скажу, вот я не очень много поиграла в двушку, но я сыграла, типа, два Ну, одно приключение покороче, одно приключение подлиннее Причем приключение подлиннее мы играли несколько месяцев Есть четыре, наверное, раз в неделю И... У меня не было ни... Я никогда не видела ни одного ТПК в первой редакции Pathfinder За эти несколько месяцев, что мы играли в двушку Наша первая партия успела сдохнуть глупейшей смертью в дупле Старого Дуба, как мы говорим Потому что нас съели волки Потом нас попыталось зафигачить... Попытался зафигачить Моногород и Барматун И ему почти это удалось Потом нас почти всех убила Мандрагора, и еще нас чуть всех не убили портреты с призраками в доме с призраками То есть это четыре раза Ну, челлендж зато боился Да, но его в... Это тут уже зависит от того, что ты любишь Например, игроки не любят смерти главных героев Поэтому мы стремимся этого либо избегать, либо это уже, ну, потом ты ищешь цветок воскрешения, короче А у меня, короче, другая проблема сложилась, когда я в D&D 5 играл Я их убить не могу, сволочей Я пытаюсь убить, они... Ну, игроков убить пытаюсь, они не умирают А, в этом смысле То есть... Это на низком уровне или на высоком уровне? А я как-то, смотри, там убитый абсолютно баланс вот этих сложностей Вот Это он, дракон Ну, дракон сейчас прилетит, он им точно даст, короче А он прилетает Короче, он сначала влетает в варвар, а варвар такой Я вообще-то там варвар, типа, великанов И у меня там, ой, у меня сопротивление ко всем стихиям Дракон такой, ну ладно Типа, бьет его, полуурон наносит, как бы А потом такой, ну ладно, не буду тебя бить Бью вот ту эльфийку, которая хилла вас Полетел к ней Варвар такой, ты что, уходишь из зоны моей... Моей атаки? Сейчас, я тебе дам! И просто ему половину здоровья вторую часть сносит Вот дракон такой, о, нет! Прилетает, короче, к эльфийке такой Ну сейчас я тебе дам И там паладин такой, на! Он такой Она такая, ну он сдох Она такая, что, серьезно, два хода всего? Я такой, ну да, он сдох, дракон Это напоминает мне высоколевельные комбаты в первой редакции Pathfinder Особенно в Гневе Праведных, когда это еще помножено на мифические все вот эти способности Там баланса не то, что он там не то, что побит, его там нет Поэтому там ты его собираешь Ну это, я не знаю, я считаю, что это высокое искусство сборки энкаунтеров Вот, что, собственно, в D&D, что, собственно, в Pathfinder Оно в любом случае страшно, это все зависит от того, какую ты партию собрал Есть у нее синергии, нет у нее синергии Умеют у тебя игроки соображать на поле боя Че кастует Wizards? Кастует ли он что-то, что подходит этой ситуации? Fireball Где стоят твои милишные, естественно, комбатанты? В позиции они или не в позиции? Короче, это все ужасно зависит от Вот, и если, не дай бог, вся твоя партия стратегически умеет мыслить Кастует то, что нужно и встает правильно Ты накрываешься белым полотном и ползешь на кладбище после этого, как мастер Или ты билдишь унтерменшей Уберменшей, простите Немецкий, не моя сильная сторона Кстати, я этот огненный шар мощный в послете? Ну, смотря какой Потому что есть... Я сейчас за первую редакцию скажу, за вторую не очень шаром В первой редакции нет Это довольно простое заклинание Это просто имеет очень большой радиус Но у нас есть еще такая прекрасная штука, как контролируемый фейербол и отложенный фейербол Отложенный фейербол делает много урона Еще, не знаю, как в Динде Это, скорее всего, наследие третьей с половиной редакции Наверняка там что-то такое было Но в первой редакции Pathfinder есть такая штука, как метамагия Это, короче, черта, которую ты можешь взять Чердеев? Нет, любого кастующего класса Метамагия распространяется на любой кастующий класс Ага Нет, просто в Динде есть класс отдельный под эту тему И есть черта тоже отдельная Но там она такая кастированная Ну, в отличие от класса она кастированная Но любой может взять ее Тут это именно что-то, типа, набор вот этого Fits, то, что называется в английском, это черты В котором ты набираешь себе кучу И потом это просто фейербол не в ячейке третьего круга Типа в ячейке, не знаю, восьмого круга И это, да, он сметает все на своем пути Потому что там максимизнутый С максимальным уроном Там еще на 50% помноженный Но это отдельное искусство Не дай бог Я надеюсь, я никогда не встречусь с человеком, который умеет это хорошо делать Ну, просто в этом Тут же мем есть про Огненный Шар Типа, что Огненный Шар решает все проблемы Это правда, он правда решает все проблемы В целом, им можно самоубиться даже, если что Пустая комната, кастувши Огненный Шар Все невидимые активники умерли Все мимики умерли Невидимые двери, короче, открылись Прекрасная кружка на Кубиконе на первом была Типа, фейербол решает все проблемы с 1976 года Или что-то такое вот С момента в этой редакции А, вот, что хотел спросить А, лор, вот, лор Вот, у нас лор, условно, ну, такой вид Самый основной лор ДНД Это Файрун, Забытый Королевство А вот в Пастфайндере Вот, не знаю, как, может, я не в тех кругах Но про лор Пастфайндера я условно Ты знаешь примерно ничего Не знаю примерно ничего, потому что Ну, нет, во-первых, какие-то произведения Ну, кроме игр компьютерных Нет каких-то произведений, условно Они не переведены На моем ху, да Вот, и, во-вторых Со стороны иногда кажется, что Они очень похожи с ДНД Именно по миру устройству Но, как бы, разные При этом И, ну, в целом, как-то Ну, не знаю, как-то Вот лор, наверное, ведь в Корбуке надо Почитать, чтобы понять Я так скажу Лор даже Ну, вот Есть просто Пайза делают достаточно занятную вещь Потому что все правила Пастфайндера Они бесплатно доступны Сейчас все ДНДшники плачут, я знаю Но все правила Пастфайндера Абсолютно все Все, весь механ Он бесплатно доступен в интернете И Пайза это поддерживает Есть сайт Archives of Netis На котором ты Заходишь, ты вбиваешь То, что тебе нужно Там есть вся монстра Там есть все стадоблоки Там есть все правила Болезни Все, что учат Экипировка Зачарование Магия, заглядание Все на свете Единственное, что там нет Это лорец За лорцом ты ходишь К Пайза Покупаешь книжечки Вот Чтобы узнать И это, если честно Работает на меня В том числе Потому что Не будем Показывать наши Нехорошие флаги Но нет Иногда я Честный покупатель Я иду и покупаю Книжечку Которая мне интересна Чтобы поддержать Производителя Вот Что касается Ну, в том числе Поэтому Сколько Весь этот лора Находится в отдельных Книжках Они вместе с механикой Выходят на механик Потом выкладываются В свободный доступ Но лорец Он нами Никогда не переводился За Курбуками Соответственно Потому что Ну У нас не очень большое Комьюнити В Российской Федерации Даже не так Даже не Российской Федерации В СНГ У нас прям-таки Маленькая комьюнити Пасфайндера По сравнению С той же Дэндой Даже По сравнению С обычными Настольными играми Я промолчу Поэтому Смысла Это выпуск Скать К сожалению Ну не очень много Потому что Это не очень много Кому будет интересно И Поэтому В лорце Пасфайндера На русском языке Есть большой-большой Вакуум Я читала Что ж такое? Сейчас, извините Я читала лекцию На прошлом Кубиконе По Нисколько По лорцу Вот именно Галлариона Это планета На которой все происходит Сколько По космологии Всей Потому что Это то Что я собрала Из кучи Книжек Воедино В целом Которые Не выходили На русском Которые Не выйдут На русском И которые Добыть Если ты не знаешь Добыть Можно А если ты Не очень хорошо Разбираешься В английском Ты будешь Страдать Потому что Они написаны Не самым Простым языком В этом смысле Есть вот Приключения Которые тебе Написаны Просто А иногда Плохо Будем честны Есть книжки Которые Типа пишет Джеймс Джейкобс Это креативный Директор Пайза Это человек С очень большим Полетом фантазии Очень большой Любовью К В целом Медиа К книгам К кино И так далее Огромную любовью К Лавкрафту Поэтому Как я люблю Говорить На самом деле Пастфайндер Это Лавкрафта Верс Просто об этом Никто не знает Это правда Сейчас понравилось Этот тайминг Короче Начинаешь рассказывать У меня сбоку Такая новость Из телеграма Астероид упадет На землю В 19.30 Я такой Чего? Час остался За час Надо успеть Рассказать Рассказать про Землю Нечто же Да Все так Ну вот Поэтому Ну кстати Пора Галарион Прикольная тема Ты знаешь Лорд Старфайндер В смысле Про то что он исчез Да знаю конечно Это будущее Это условно Будущее Да Это условно Будущее Но сейчас Это уже Прям таки Параллельная реальность Потому что Сейчас будет Большое обновление Осенью У сеттинга Пастфайндера И я сейчас Не про ремастер Говорю Ремастер Это большое обновление Механики Как Очень большое Обновление Механики Но мы уходим От ДНД Чтобы Я не знаю Нужно ли рассказывать Историю Почему Получился ремастер Ну чтобы авторские права Короче Да Да Чтобы больше Не быть связанными С Wizards of the Coast Соответственно Потому что На фоне вот того Скандала Который был Когда они хотели Платно Деньги брать За лицензию За использование лицензии Пайза сказали Ну вас нафиг Мы сделаем свою Она будет всегда бесплатная Вот пожалуйста И они сделали ремастер Они вытащили Вымели Все ДНД Которое там было Заменили его На свое И теперь Пастфайндер Это прям отдельно Ну как И все еще похоже Но отдельная вселенная Как минимум Никаких прав Там уже У Wizards of the Coast Не осталось Это что касается Механа Там от двушки Оно отличается Не очень сильно Боюсь честно Практически не отличается Ну только в деталях И Ирата Они все закинули Туда Слава богу Но осенью Будет обновление Именно в сеттинге Которое Если честно Для меня Это было большое удивление Потому что я не привыкла К тому что Разрабы Так сильно Готовы поменять Канон То есть готовы Пойти в какое-то развитие Это редкость Это не любят Потому что все Привыкли получать деньги За то что Всем известно Тогда как Собственно Выгнет обновление В котором Умрет один из Вот двадцати Основных богов Которые есть В Спасфайндере Это Парадит Межпланарную войну В том числе Между богами В том числе На Галларионе Там сменится Там умрет Еще целая Целая толпа Божеств Поменяются Расклад Политической И Социальной Структуры На самом Галларионе И будет Какая-то Долгая-долгая Войнушка Мы подробностей Все еще не знаем Но это будет И мифические Все эти способности Как в Генемии Праведных Были Они возвращаются Переработанные Все В двушку Вот Ну в ремастеру Соответственно Я пытаюсь вспомнить Почему я заговорила Про обновление В сеттинге Потому что А потому что Потому что Потому что Про Галларион И что Старфайндер Это будущее Да Это было будущее А теперь Это параллельная Реальность Потому что Старфайндере Остался жив Тот бог Который Помрет Сейчас Сосемь Нет Этот останется Жив Всегда На самом деле Да На самом деле Пастфайндер Это лавкрафта Версия Не устанет Повторить А там еще много Лавкрафта Кстати Пастфайндере А Давай скажем так Мне проще сказать Где там Нет лавкрафта Ну это хорошо Потому что Потому что Я фанат лавкрафта Я закончил Большой кампейн По зова ктулху Это кайфанул Я все хочу В него поиграть И все никак Не доберусь Мне все Коллега Обещает Поводить Я смотрю На тебя Осуждающий Если ты это Смотришь Дельтагрин Мне больше заходит Она такая Она потому что Прикольно Перерабатывает Сеттинг Под современные Реальные Это как вампир Маскарад Дельтагрин 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 Это прикольно Это Ну Условная Современность Потому что Там Условно С момента зачистки Инсмута Дельтагрин Образовывается У нее параллельная История Как Как SCP Буквально Вот И Там В половину События Объясняется Что там Дельтагрин Поработал И там Половина Культов Стала корпорациями Вообще И все такое И там Больше лор такой Типа Подмен реалий Будешь подходить Короче SCP В перемешку С Ассасинскрин Примерно Я поняла Зачем прикольно Нет Это Отряд самоубийц В перемешку С Лавкар В Pathfinder Очень много Ну У меня есть Прекрасный Где-то Скрин Где Собственно Джеймс Джейкобс В 2004 году По-моему Пишет Нет У нас Не будет Вот Его нужно Вырезать И повесить На стеночку Как то Что никогда Не произошло Нет У нас Его очень Много Очень много Чего На самом деле Каких событий На галерионе В целом Связано С Лавкрафта Божествами Есть Внутри Типа Серии Приключений На Шесть книжек Бывают Целые книжки Посвященные Лавкрафту Как типа В Росколотой Звезде Которую мы Переводили Пятая Из шести книжек Была полностью На плане кошмаров Ну практически Она была не полностью На плане кошмаров Она была С ним связана Напрямую Там ребята Шли В древний Храм В котором Чувак Тусил С обитателями Лэнга А потом Шли на план Кошмаров И искали Артефакт Ну типа Ты выходишь На план Кошмаров Кадат Лунные Звери И все остальное Я сейчас такой Лэнг Это что Отсылочка Не просто Отсылочка Это существующий План реальности В Pathfinder Дипа Мне нравится Существующий План реальности В Pathfinder Лэнг Существующий План реальности Это измерение Времени С Йогсатотом Во главе К которому Ты в какой-то момент Идешь на порог В еще одном Приключении Есть целое Переведенное Нами В смысле Хаби Уорлдом Выпущенное Нами Без моего Участия До меня сильно То что называется Злоба Это Одиночное Приключение Как раз Мы его играли Двушка Это Силикон Лавкрафт И он написал Джеймс Джейкобс Как говорится Если вы видите Фамилию И имя Джеймс Джейкобс Как автора Чего-то Там Лавкрафт Там точно он И Зловещий Катакомбы Кстати Который тоже Делали Хаби Уорлд Переводили И это тоже Лавкрафт Такой знаешь Это Открываешь Кампейн Им написано И там такая Фотка Лавкрафта Начинаешь Страницу листать Так знаешь Он выпрыгивает Колесо Лавкрафта Типа того Типа того Из это Лавкрафт Луис Хас Бин Так Вот Так вот А что за Переиздание Ну я в целом Ты уже Описала Да В чем прикол Отказ От Огловской Визардовской Лицензии Переход на свою Которая Имеет прекрасное Название Орг А что они Поменяли Получается Что было От ДНД От ДНД Было Много чего В основном Именно Ларцового То есть Того что было В лоре Потому что Они же Сделали Тогда Пасфайндер А? Да В том числе Да Да Они тогда Сделали Пасфайндер Как Средство Сохранения Трех с половинчатой Редакции ДНД И Естественно Это все осталось И длилось До сих пор И в итоге Они почистили Драконы Например Другие Теперь нет Хроматиков Металликов Там теперь Есть офигенные Драконы Которые Больше Рассортированные По планам Райские Адские Теневые Есть прекрасные Миражные И так далее Это потом Это в этом В монстретнике В новом И Да Что-то Они просто Переименовали Убрали С ДНД Что-то Что принадлежит Общему Ну В целом Общей Мифологии И так далее Что-то Они прям Выкинули Заменили На свое Касательно Правил Там Почти Ничего не поменялось Ну Они поменяли Вещи Сделали Их лучше Обновили Вещи Сделали Их лучше По правилам Это вторая редакция Смотри У нас есть Первая редакция Вторая редакция И ремастер Вот Новичку Лучше всего В ремастер Ну Тут Сейчас Это будет Интересный вопрос Это зависит От степени Владения Иностранным Языком Потому что На русском Языке Сейчас Дофига Материалов По Двойке Большинство Ремастер Мы только Начинаем выпускать Вот сейчас Будет выходить Основная книга Игрока Я в перспективе В перспективе В ремастер Потому что Нет смысла Но Двушка Прекратила Существование Считай Уже У Пайза Потому что Все будет По ремастеру Теперь Тут Тут Сложное Такое Разделение Это Даже Нельзя Назвать Типа Два С половиной Редакции Потому что Это Все Тот же Двушка Только В профиль Переименованная Немножко Поэтому Они ошибки Понерфили Они ошибки Понерфили Они ларец Переделали Они Понерфили Ошибки Они убрали Все то Что принадлежит ДНД И в целом Там Мауч Поменялось То есть Ты берешь Какой-нибудь Модуль По Двушке Ты можешь По ремастерским Правилам Провести И в обратную Сторон Это работает Единственное С чего ты Офигеешь Это С изменений Типа Школ магии Больше нет А что там Сейчас Их там В целом Нет Там теперь Ради Сам Вряж Да Там Теперь Магические Традиции Типа Магические Традиции Там Академии Магамбе Которая Сочетает В себе Арканные И друидические Типы Магии И в общем Там больше Нет Иллюзий Некромантий Транспортации Это ДНД Штука Она ушла Вместо этого Там Собственно Четыре Типа Магии Мне это Очень нравится Это Довольно Долго Длится Еще из Первой Редакции Идет Четыре Типа Магии Арканная Которая Традиционная У визардов Сорок Оккультная Которая В дынде Будет У варлоков У нас Это У бардов У всяких Психических Классов Сакральная Понятно Всем И первобытная Как там У друидов Шаманов И так далее Вот это Вот там Осталось И на этом Деле Они основали Всякие Магические Традиции Относящиеся К разным Странам К разным Теориям Магии И так далее Прикольно А еще Алайменты Все ушли Больше Никаких Алайментов Из Алайментов Которые Хаотик Гуд Нейтрал Левел Никакой Больше системы Мировоззрения Теперь там Там остались Концепции Добра и зла Естественно Ты без них Никуда не денешься Но Систему Мировоззрения Они все убрали И соответственно Они убрали Все вот эти Заклинания Основанные На мировоззрении Те-то-то-то-то-то Оно очень Какая-то Костыльная Была Помню Система Мировоззрения Да-да-да Потому что Многие Ну Это В основном Вот эта тема С планами Типа Что у нас есть Хаотичные Злые планы Есть там Эти планы Там все злые Тут все добрые Тут все законопослушные Вот Я бы сказала Что вряд ли Это от планов По что Мне кажется Это пошло От именно Механа Для того Что ты мог Сделать персонажа И примерного Себ представлять Это Костыль Да Но когда Когда ты Вот только Попадаешь В ДНД И ты такой Блин Я должен Придумать Персонажа Каким он Должен быть И вот этот Костыль Ты берешь Под мышку И такой Хочу сыграть Типа Вот Смотришь на этот Простенький Чарт Из девяти блоков И тебе Становится Гораздо проще Это потом Ты развиваешься Как игрок Как мастер Думаешь Господи Зачем мне этот Костыль Зачем он Вообще нужен Кстати В ремастере Как бы Мировоззрения Нет Там теперь Прикольные штуки Там есть Табу И наказы Они были В двушке Как такие Больше Причастные Религиозно Больше Все как Догмы Паладина Да Практически Только попроще Буквально Это принадлежало В основном Религиозникам У каждого божества Соответственно Были Наказы И были Табу И ты должен был Следовать Соответственно Всем этим Религиозный класс Сейчас они Это Ну они Вымели Систему Мировоззрения Они оставили Вот только Наказы И только Табу И в целом Ты вот Именно на этом Основываясь Можешь уже Примерно Представлять себе Персонаж То есть ты можешь Сам себе Написать Табу И наказы И уже Не относять Большинству Не обязательно Это делать И дальше На этом строиться Вот Но Костырь В целом Я считаю Что он Довольно Неплохой Еще подчас Им просто Описывать Типаж Персонажа Который Ты хочешь Передать Это знаешь Я вот Отменил Ну у себя На играх Вот эти вот Ты заранее Вписываешь Мировоззрение Потому что Я Ну сторонник Того Что история Персонажа Начинается На игре А не до игры Вот В этом Мне например Сам Мне интереснее Например Что у меня Нормис И вот Приключения Уже Начинаются На игре Вот И из-за Того Чем он Сталкивается Как он себя Ведет в разных Ситуациях Он формирует Своё Мировоззрение Слушай Но оно же Может как бы И меняться В процессе То есть Не обязательно Быть им Всегда У меня например Персонаж Менял Мировоззрение Один раз Точно В длинном Компайне Менял ли кто-то Еще Вот так Чтобы именно Поменялся Как человек Нет Но я не так Много играла Поэтому У меня просто Персонаж Специфический У меня всегда Почти антигерой И поэтому Да Я тебя прекрасно Понимаю Я тебя прекрасно Понимаю Антигерою Трудно поменять Мировоззрение Потому что Он уже Черту-то Немного Слушай Я играла За Ну просто У меня Маленькая Партия Поэтому У меня В двух Из трех Компейнов Получается Был Такой Вот Гэмский Типа Гэм Потому что Назвается Гэмпи Си Гэмский Представляешь У меня просто Два человека В Группе И Ты С двумя Людьми Особенно Когда один Кастер Ну что там Короче Сложности Есть некоторые В комбатах Поэтому Проще Иметь Либо толпу Не психи Как у меня Было В последней Компании Либо Иметь Кого-то Еще Кто с ними То во втором Собственно В гневе Праведных Получился Человек Которого Я очень Люблю Персонаж Которого Я очень Люблю Который Изначально Был Лофл Ивлом И потом Собственно Стал Лофл Нейтралом В процессе Вся Этой Истории Это Весьма Антигеройский Персонаж Был Изначально Вот Поэтому Не согласна Можно повернуть Развитие В обратную Сторон Не всегда Нужно Ити от Лучшего К худшему Обязательно Просто Иногда Грань Слишком Тонкая Между Переходами Там еще Средний Нейтрал Пациент Да Но при этом Я Не сторонница Того Я знаю Некоторые люди Считают Что если Ты Типа How You Good То Ты Вообще Не можешь Совершить Ни одного Злого Поступка Ну Это Какая То Допрошят Меня Все Эти Люди Но Это Странно Если Честно То Что Люди Живые В смысле Персонажи Как люди Живые И Подвержены Настроениям Ситуациям И так далее Ну Если ты Регулярно Делаешь Злые поступки Конечно То Тогда уже Сомнения Есть Тай Хаотичные Гудовости А Ну В остальном Короче Как говорил Барбос Мировоззрение Это просто Указание Нечетких Законов Ну Да Так А что же Кстати По лору Изменили По итогу Это Про ремастер В ремастере По лору Ну Типа Выпали Дроу Это Давай так Скажем Они Не поменяли Их Выпернули Реально Там Подковыряли Основательно Значит На их месте Теперь Серпентфолки Которые 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 Давно Являют Участью По скайдер Канона И Как оказалось Пришли к нам Из Лавкрафта Я этого не знала Ящеры Ящеры Да Я не знала Что они из Лавкрафта Изначально Они скорее даже Не из Лавкрафта Они у этого У Роберта Говарда Да Ну вот Похожие концепции Очень похожи На Лавкрафтовскую Вот Там Короче Сейчас на месте Дроу Серпентфолки А на самом деле Вроде как Дроу-то как будто бы И не было Это все была Большая мистификация Внутри Типа мира Самого Пассфайндера Там Поставлено на том Чтобы обесчестить Эльфов Короче Там как-то они Я еще в точности Не видела Но как-то они там Выкрутились Из этой истории А в остальном Есть просто вещи Которые Никогда больше Не будут упоминать Но ты хочешь Пожалуйста Юзы Как типа Персонаж Которого Имя которого Никто не может Написать Короче Демонический Кащей Своего рода Правда Кащей списан Это ДНДшный Чувак Которого Типа Пайза Сказали Что мы Просто Больше Не будем Упоминать Его Никто не будет Писать Что он умер А Элитидов Убрали Интересно У нас Не было Элитидов Никогда А как Авторские Права Мудрились На драконов Наложить Это Хороший Вопрос Я не уверена Насколько Это Насколько Тема С хроматиками И Металликами Это ДНДшная Скорее всего ДНДшная Тема Понятно Что Ни у кого Нет прав На драконов Но на концепцию Возможно Есть А возможно Пайза Просто сказали Это настолько Иконическое ДНД Что давайте Мы от него Тоже откажемся И в общем Были правы Действительно Прямо Иконическое ДНД Как будто Если у тебя В сеттинге И остались Дрэгонзы Из названия Системы От которой ты Отказался Как будто Есть сомнения Представил Эту картину Знаешь Такой Архив Там такой Старец сидит Там как Гендальф Так Посмотрим Что у нас Входит в артовские Права ДНД А ведь так Кто-то сидел Красный дракон Нет Нет Так ведь Кто-то и сидел Однозначно Поэтому Что касается Ремастера В сеттинге Ну поменялись Детали В более Крупномасштабном Плане Мы смотрим На то Что называется God's Rain В смысле God's В смысле Rain В смысле Боги В смысле Дождь Который Выходит Осенью God's Rain Он называется Собственно Потому что Одного из Богов Убьет И кровь Его прольется На галере Он видит Дождя Это что Приключение Или Книга Это Новый Виток Сеттинга То есть Начался Это Новая Эра Которая Начнется Это Новый Статус Кво что ли На галереоне То есть Кто-то пойдет На кого-то Войну Из стран Нам уже Грозятся Будет Огромная Компания По выдворению Очередного Крупного Демона Наверняка Пойдут Разбираться С самым Крупным Некромантом Который Похож На Векну Что Касается Подробностей Типа того Как вся Эстропланарная Войнушка Повлияет на Галереон Нам не Рассказывает Пока Ну а нам Типа Боги будут Мочиться Друг с другом Посмотрим Плохое слово Мочиться Короче Всех На кого Нет Авторских Прав Убьют Просто Нет Потому что Там уже Нет На них Авторских Прав Уже Не получится На кого Были Авторские Права Их Уже Их Нельзя Упоминать Поэтому Прикольно Прикольно А планируется Вообще Издание Что касается Того Как бы Издания Всего Во-первых Мне запрещено Отвечать на такие Вопросы Во-вторых Это был Это несогласованный Вопрос Я могу только От себя Сказать Я Надеюсь Что да Что Какую-то часть Этого Мы выпустим Потому что Ну Без Какого-то Ввода Вот в новую Часть лора Которая будет Выдано Будет сложно Публиковать Дальше Приключения Которые в этом Лоре будут Вертеться А мы Явно Собираемся Пока что Публиковать Дальше Пастфандер Поэтому Что-то Выпустить Я надеюсь Что мы должны Но я ничего Не знаю Знать не могу И вообще Разговаривать Об этом Не имею права Ну давай тогда Будем Заканчивать Да Наверное И в целом Кому бы ты Порекомендовала Блин Кому бы ты Порекомендовала Игру Конечно же Всем тем Кто играет В ДНД Переходите на Пастфандер Потому что Вот эти Создатели Они наши Слоны Это правда Как говорится На реддите В ДНД Сообществе Не зря Есть прекрасный Хэштег Не хотите ли поговорить О господи Нашем пастфандере Это в целом То о чем Можно говорить Очень долго Нет я не буду Никого Не дай бог Склонять Но попробовать Пастфандер Можно И как по мне Круто И это не страшно После пятой Редакции Никому не верьте Вторая редакция Пастфандера Не такая сложная Первая Значительно Значительно Сложная У меня смешная История Кстати Я Купил Короче Как-то У меня Такой истерический Смех был Кажется Какая-то Плохая история Да Я купил Короче Книгу Второго издания Пастфандера Вот Я купил ее Такой Вот типа Поиграем Короче Вот она стоит Вот она стоит А у меня в клубе стоит Я здесь нет Вот И А у нас Никто не играл Пастфандера Вообще Абсолютно Я такой И в клубе И в этом В Кирове Типа Есть кто-то Мастер Он по нему И вводит Он такой Ну вот Приедь к нам Поводи Пастфандер Я вот купил Он такой Вторую редакцию А я Вожу первую Я такой Знаешь Это как Это как С миром тьмы Ты покупаешь Новую редакцию И с разговором С солдами Они такие Типа О А ты что Купил Последнюю редакцию Ты что Типа Вот И тут Новость появилась Что Они еще Ремастер Делают Я такой Блин Ну Те в целом Ничего Не помешает Там Водить Подвушки Какие-нибудь Приключения Которые По ремастеру Будут Это Правда Не проблема Будет Вот А так Кому Порекомендовать На самом деле Я просто Готова Порекомендовать Настольные Ролевые игры Потому что Это крутая Штука Вот Потому что Это штука Которая Развивает Бесконечное Количество Навыков Как оказалось В том числе Те развивать Которые Ты не был Готов Изначально Но Примерно Приходит Что делать С трупом Вопросы Которые Я гуглю Как мастер И как Редактор Пасфайндера Это в целом Прекрасно Подчас Гугл Знает Мои грязные Секреты Да И что делать С трупом В том числе Причем Это буквально Вот сейчас Один из Персонажей В ныне Текущей Компании Собственно Человек Который Занялся В том числе Уборкой Трупов В своем Прошлом Этому Ответ На этот вопрос Актуальный С помощью Свиней Кирпич Одобрет Что Добрет Кирпич Одобрет Нет Как бы Это Чем Ближе Игра К современности Тем Больше Условной Эрудиции Требует Игроков Я заметил Ну Смотри Я бы Поспорила На самом Деле Потому что Когда Вот Совсем Недавно У меня Вставал Вопрос Сном Из Чего И как Производилась Та же Одежда Для Каких-нибудь Удаленных Поселений Делали они Это сами Из Каких Материалов Они это Шили Как Вообще Из каких Ниток И так далее Тому подобное Короче Как ты начинаешь Закапываться Какие-нибудь Ну Я промолчу Про то Что Я водила Не промолчу Не промолчу На самом деле Я водила Только что Доводила Пиратскую песочницу Которая вся На кораблях И если бы я Не увлекалась В свое время Парусными кораблями И не знала Как называются Типа Фальшборты Грутмачты Как самое Банальное Да И все Все остальное И оно бы Мне не сильно Наверное Помешало Водить Но помешало бы Но я Как последнее Душнило Правило Игроков Сперил корабля На фальшборт корабля Потому что Я душная Вот Я не могла Это слышать Но короче Нет Как ты Водишь Слов ктулху Я как раз Хотела спросить Потому что Для меня 20 век Это прям Болистрадания Вот это Эпоха В которой Разбираюсь Хуже всего На свете Но какое-нибудь Средневековье Требует От тебя Есть Честно Не меньших Пожалуй Усилий Если ты хочешь Прямо Вкопаться Прямо Вкопаться Мне в какой-то момент Было так сильно интересно Вкопаться Когда я к нему Правильно Готовилась Что я У меня есть целый документ В котором Описана Кухня Которая бы Подходила Примерно Региону Примерно С такой Погодой Примерно С таким Климатом А примерно На том уровне Развития На котором Он находится Если ты конкретно Хочешь закопаться Тут простой Потому что Хобби Геймс Издал отдельную книгу Которая тебе дает Базу по 20 веку Полностью Все культ Все фильмы Все знаменитости Политика Оружие Автомобили Это из Дова Ктулху Или это отдельная книжка Это Дова Ктулха Именно Доп Но это круто Там короче Дофига карьер Профессии Там лор Вот это Лор нашей истории Вот Ну круто Я Без этого невозможно Совершенно Вот А я прочел Я к этому Подводил Так я В этот Дельта Грин Когда 2018 год Событие Мы конечно же Не как приключенцы В ДНД Мы не можем Прийти в больницу И такие Типа У нас есть оружие Типа Отдавайте нам документы Там И мы там Что-то такое Запугивание В ДНД Это тоже Так обычно Не можешь сделать Ну ладно Ну да Нам говорят такие Вот тут камера стоит И вам короче Лица сразу парят Вам короче Плюс Без пропуска Вы не можете пройти Плюс Вот это Это Плюс Ваши документы Плюс У вас личные Типа ложные личности И все такое И там Блин Ты вот подумай Как ты в эту больницу Попадешь Да Обычно Не так Как в голливудском кино Да Там Там Я там Вспомнил Мы там В прачечной одежде Нашли с этим С биркой Стались там пройти Мне такие Типа Извините А ваши документы Типа Я такой Ой я что Забыл свои документы Там Типа Ой я сейчас Хожу Сбегаю Короче Я такая Стоять Типа вот Буквально Еще и на камеры Полиция Нельзя Плюс Дай бог Типа Ну если ты Поимешь Ну про именно Там Про технологии Которые Про технологии Которые Саппортят Мастеру Всяких Вражеских Неписей Да Но в ДНД Это вполне Типа делается С помощью магии Что-то такое Типа Глаза сложения Или что-то такое Ну если ты очень Я говорю Если ты хочешь Упороться То ты сделаешь ДНД Примерно таким Сложным Как современность Но да В современных реалиях Все естественно Сложняет Тут В целом Все незаконное В современных реалиях Сильно сложнее Провернуть Чем в фанты фэнтези Да В Вархаммер фэнтези батл Такие игроки Но мы короче Вот здесь на карте Мы хотим В столицу Опасть Я такой Сейчас я подсчитаю Сколько по деньгам Вам выйдет Это Я такой цифру показываю И такие Не хотим Столицу Да Да Не хотим Столицу Нам здесь Деревня Хорошо Такие деньги Жесть Грабеж Просто Кстати Что еще Хорошее отличие Между двушкой Пастфайндера И первой редакцией Они починили Денежную систему К второй редакции Потому что Сломанная была Ой-ой-ой Ну Ну Там Да Если коротко То да Настолько Что типа Что типа Я у меня Книг Я хотел Книгу Показать Вот По слову Кто С этим Там такое число Нарисован Ребят Если Она у нас Значит Стоит в редакции Я пришел Посмотреть Офигенная Книга Я может Просто На полочку Я поняла Я Я передам Комплименты Коллеги Так Ну Так Получается У нас Сейчас Какие Нет Вот Издательские новости По Пастфайндеру У нас Что сейчас Выходит Можно Приобрести Но Сейчас выходит Основная книга Игрока Как я уже сказала Это ремастер Если Это не анонсировано Мы потом Это вырежем Ну по-моему Это анонсировано Что будет Основная книга Ведущего Естественно Как второе Там просто Оригинал Стоит из Значит Плееркор Это основная книга Игрока Новая Гемкор Это книга Ведущего Новая Монстеркор Это новый Бестиарий Есть еще Плееркор 2 Собственно Основная книга Игрока Вторая ее Часть Как часть Допчик Короче Еще с другими Классами Мы выпускаем Основную книгу Игрока Мы будем Выпускать Основную книгу Ведущего Дальше У меня нет Прав на то Чтобы что-то Говорить Вот Но Мы надеемся Как говорится Что мы выпустим Все так Чтобы в этом Можно было Хорошо И удобно Играть А потом Еще приключения Ну Хорошо Еще и Потом Ставим Старфайдер Вторая редакция Старфайдер Вторую редакцию Я надеюсь Что мы тоже Будем выпускать Пока Ничего не знаю Вот Ну так Как так Ну что Марин Спасибо Что пришла Спасибо Что ты меня позвал Было Очень весело Да И Ребята Спасибо Что смотрите До новых встреч Пока Продолжение следует